Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 4 июня 2024 года. Я нахожусь в Дарницком районе столицы. И у нас ожидается очень интересный и познавательный видеоролик. По традиции расскажу вам о погоде сегодня в Киеве, о новостях, а также о военной обстановке. Еще вместе с вами зайдем в обычный киевский дворик, посмотрим, как он выглядит. А также в процессе данного видеоролика зайду в магазин Аврора. Покажу вам цены на бытовую химию, на мыло. Также там продается одежда и много других различных интересных товаров. Лично я планирую приобрести, возможно, что-то для дома. И 100% еду для моих четверолапых товарищей котиков. Так что не переключайтесь, дорогие друзья, будет очень интересно. Посмотрим еще акции в этой сети. И давайте в первую очередь начну из ситуации с электричеством. Сегодня в Киеве на протяжении всего дня применяются экстренные отключения света. К сожалению, очень тяжелая ситуация в энергосистеме в связи с обстрелами. Поэтому графики на данный момент, к сожалению, не действуют. Напоминаю, у нас сейчас отключают электричество по графикам. Это примерно 4 часа в день утром и 4 часа вечером. Но вот иногда, когда потребление превышает норму, а сейчас у нас такая довольно теплая погода, все люди включают кондиционеры. И в связи с этим применяются экстренные отключения. Вот. На данный момент это Дарницкий район Киева. Тут вроде электричество было, но могут его отключить. Ну, будем надеяться на лучшее, а готовиться, как говорится, к худшему. По поводу погоды. Сегодня в Киеве довольно тепло. Плюс 26 градусов. Ощущается, как примерно плюс 28, плюс 30. Такая, сказал бы, даже довольно не теплая, а жаркая погода. Вот у меня товарищ сегодня выходил на работу. Говорит, я там пришлось брать две рубашки, потому что весь мокрый. Ужасная жара, конечно. Поэтому все включают сегодня кондиционеры. По поводу военной обстановки. Сегодня воздушных тревог, слава богу, не было. И обстановка относительно стабильная. Будем надеяться, что так будет и в дальнейшем. Вот видим обычную доску объявлений в Киевском дворе. И давайте посмотрим, что же интересует сейчас киевлян в первую очередь. Вот покупают книги, предметы старовины, объявления риэлторов. Сдают, снимают квартиры. Ремонт холодильников, стирка ковров. Что еще? Окна предлагают. Утепление. И набирают учеников от 6 до 12 лет на курсы английского. Вот такие у нас объявления в обычном Киевском дворе. Как видим, все относительно ухожено. Вот садоводчеством люди немножко занимаются. Что-то садят. Цветочки, наверное, какие-то растения. Но я не флорист. Поэтому название растений вам сказать не могу. Видно, что это как такой мини-огородик. Интересно. Еще сегодня такая интересная новость. Верховная Рада приняла закон об английском языке. Законопроект предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятия которых должны обязательно знать английский язык. Вот. Ну, я считал это, как правило, должности высшего руководящего состава в государственных администрациях, а также полиции, налоговой и всех официальных государственных служб. Они будут должны знать английский язык на разговорном уровне. Если не знают, то не пройдут отбор. Поэтому скоро сможете общаться официально на английском языке. И вам должны отвечать на нем же. В общем, подхожу к Авроре. И давайте скажу вам курс доллара и евро. Потому что меня смотрят большинство зрителей из других стран. Один доллар у нас сегодня 41 гривна. Один евро 43 гривны. И как узнать цену в валюте? Нужно стоимость в гривнах разделить на 41 и узнаете в долларах. И на 43. И узнаете цену в евро. Так, заходим в лифт и едем в Аврору. Вот зашел в Аврору. По традиции беру тележечку и бросаю в нее рюкзачок. И посмотрим сейчас, что же у нас тут интересненько продается. Такие дезодоранты по 80 гривен. Это по 2 доллара. Что еще? Здесь свечи по 9 гривен. Приправы к плугу по 9. Вот эта, кстати, статуэтка тоже 9 гривен. Что можно взять? Хотя мне ее дарить никому. Я одинокий человек, поэтому... Хотя... Давайте возьму 9 гривен. Может кому-то подарю. Даже две возьму. Не знаю, может подписчикам подарю, кстати, да. Отличная идея. Так что, если кому-то интересны такие статуэтки, то пишите. И вот такие по 29. Прикольная шкатулочка на подарок. Смотрите, 30 гривен в Авроре. Вообще дешево. Смотрите, вообще. Ого, смотрите, какой классный фламинго в Авроре. 300 гривен всего лишь. Вообще классный. Огромный фламинго. Я в шоке. Какой он классный. Смотрите. Красота. Ну, шкатулочку такую брать не буду. Она, конечно, уже слишком такая. Часы кварцевые. Наручные. Тоже по 30 гривен. Вообще все за копейки, реально. Не знаю. Белые есть тоже. Мне они не особо нужны. Тем более, они женские. Смотрите, как интересно. Звильная на Харсуэльской крышка. Магнит. 30 гривен на разминование Украины. Вот. Магнит такой интересный. Что еще? Трубочки. Кукуродзине. Спасибо, гривен. Тарелка. В виде сердца. 100. Зубная паста. 185. Двигаемся дальше. Очень большой ассортимент всяких кабелей. Вот. По 30 гривен. По 50. Колонка 1249. Такое прям внушительных размеров. Самое прикольное. Наушники 9 гривен. Смотрите. Класс. Вообще шикарная цена. Во что 9 гривен возьму. Мне они не особо нужны. Но у меня просил товарищ. Поэтому подарю ему. Такие наушники. Прикольно. Вообще. Все почти что бесплатно. Все за копейки. Вот есть товары поинтереснее. Что смарт-часы. 1400. Давайте посмотрим. Цены на зубную пасту. Сейчас в Украине. В магазине Аврора. Смотрите. Колгет. Вот 30 гривен. А Колгет побольше. 75 миллилитров. 49. Неплохо. Хорошая цена. На зубную пасту. Вот еще и зубная паста. По 27. Вообще такая. Очень бюджетная. Лакалут. 119. Два экземпляра. Немецкого производства. Ну неплохо. Зубные щетки. Вот 17 гривен. Самая бюджетная. Бюджетная. 40. Так. Сейчас нахожусь в магазине Аврора. В городе Киеве. И давайте посмотрим цену на шампоне. Вот 134 гривны. 330 миллилитров. Head and shoulders. Шампунь. Вот мужское 179. Гель для душа. 64. Все по акции. Мыло. Вот 18 гривен по акции. Есть за 9 бюджетную. Что еще? Средства для мытья окон. 19 гривен. Что еще у нас тут есть интересненького? Вот Harry для мытья посуды. Самое такое популярное. 60 гривен за такую упаковочку. А большой Harry 109 гривен. Двигаемся дальше. Вот порошки. Меня подписчики часто спрашивают. Скажи, а сколько стоят порошки? А сколько стоят порошки? Вот смотрите. Порошок 300 грамм. 30 гривен. Гала. Так. А большой порошок. 300 гривен. Вот. 3. 3,5 килограмма. 300 гривен. Порошок стиральный. Капсулы для стирки. 109 гривен. 11 капсул. Вот. Ну, тоже хорошая сумма. Идем дальше. Контейнеры по 88 гривен. Так. Посмотрели цены на химию. Давайте еще посмотрим акции на пакетики. Вот 20 пакетиков на 60 литров. 25 гривен. Ну, давайте возьмем. Пускаем. Будут пригодятся в хозяйстве. Так. Аккуратно. Пригодятся в хозяйстве. Обязательно. Так. Что еще? Губки. Вот такой шкребок. 17 гривен. Что-то он дорогой какой-то, мне кажется. Так. Давайте посмотрим подешевле. Они все в одну цену. Давайте возьмем вот набор шкребков. 4 шкребка. Сколько он? 30 гривен. Ну, ладно. Пускай будет в хозяйстве. Ого. Набор губок. 16 гривен. Тоже обязательно возьму. Губки всегда... Всегда пригодятся. Двигаемся дальше. Смотрите. По акции. Вешалка настенная. 129 гривен. Такая вешалочка. Прикольно. Знаете, есть такая фраза. Там ты вешалка, ты вешалка. И иногда там люди друг другу говорят. Такие обидные фразы. Так. Двигаемся дальше. Стараюсь смотреть, что-то такое интересное. Чтобы не показывать всякое неинтересное. Так. Смотрите. Шарики. На день рождения. 80 сантиметров. По 20 гривен. Вот. У меня скоро день рождения. Ну, как через 2 месяца. Куплю себе такие шарики. Обязательно. Так. Сейчас еще возьмем корм. Обязательно для моих товарищей. Четырех лапых. Братвы. Смотрите. Феликс по хорошей цене. По 14 гривен. Вот с курицей. Если найду, то возьму. Ага. Вот с курицей. Больше нет. Давайте возьму вот эту. По 14 гривен. Хорошая цена. Что еще у нас интересненького? Феликс по 10. Ой, фриски, точнее, извиняюсь. Шампунь для котов. 44 гривны. Не знаю, может взять. Возьму. Хотя, конечно, потом. Мошенники. 249 гривен. Поводок для собак. 149 гривен. Что еще у нас интересненького? Часики. 64 гривен. 39 гривен. Вот еще очень актуальные товары для сада, для дома. Стула садовая 549. Что еще? Чехол для удочки 349. Удочка 349. Прикольно. Интересно. Вот все товары для кемпинга. Так, двигаемся дальше. Что у нас тут еще есть интересненького? Чашечки в среднем по 50 гривен. Так, едем дальше. О, газ, огонь. Вот, чтобы разжигать, разжигать пламя страсти и любви. 50 гривен. Это вырежу потом. Да. Пошутил, так пошутил. Так, точилка для ножей. 30 гривен, кстати. Прикольная цена. Хорошая ложечка интересная. 34 гривена. Так, ножи. 15 гривен. Для томатев. 17 гривен. Ножи. Что-то дешевые такие вообще. А получше 170. Дешевые. Чистилка для овощей 27 гривен. Так, тарелочки. Обидная тарелка 59. Так, двигаемся. Дальше. Ваза для цветов. 119. Интересная стеклянная. Вермишель. 7 гривен. Быстрого приготовления. Вермишель получше. Точнее, подороже. 12 гривен. Вот 22 гривен. С курицей большая. Так, что у нас еще тут интересного? Товары для садоводчества. 5 гривен. Рассада 9 гривен. Морковочка. Что еще у нас? 14 гривен горох. Вот, сукровый горох. 11 гривен. По акциям. Киндеры. По 57. Гусульский щербек. Интересно. С укусом банана. Прикольно. Такого я еще не видел. Продажа, наверное, недавно появилась. 39 гривен. Прикольно. Товары для декора. Всякие разные. Вазы такие прикольные. По 100 гривен. Были по 300. Ого, чай. Чай. Чай, вот, пиквик. 50 гривен. 44. Ромашковый чай. Если у кого-то проблемы с нервами. Вот. 24 гривны. Ромашковый чай. Можно приобрести. Кофе. Что это? Петровская Слобода. По 5 гривен. Якобс. В стиках. По 6. Вот кофеечек. Такой еще Якобс. 2,129. И 3 экземпляра. Там можно приобрести за 279 гривен. Ну, неплохо. Неплохая цена. Сок. Стеклянной упаковочки. 30 гривен. 330 миллилитров. Польский сок. Яблоко, банан. Прикольно. За 30 гривен можно купить польский сок. Вовроры. Классно. Есть еще вот такой тоже. Очень много разных соков. Наверное, я возьму. Вот такой. Смотрите. Витаминный. Еще попугайчик нарисован. Такой прикольный. 30 гривен. Возьму. Заряжусь витаминами. Вовроры. Что еще у нас тут интересненького? Набор для уборки. 400 гривен. 10 долларов. Швабры. Сумочки. Вот. Мужская. 149. По 200 гривен в среднем сумочки. Не знаю. На любителя, конечно. Кому-то нравится такое. Кому-то нет. Такой стиль. Классический. Даже вот указано специально, что он классический. Если кто-то там что-то в чем-то сомневается. О, соломка. Смотрите, с клоуном. 25 гривен. Прикольно. Вкус детства. Есть сладкая, есть соленая. 25 гривен. С клоуном. Маршмайло. 55,70. Едем на кассу. Так, приехал на кассу. Смотрите, губка кухонная. 16 гривен. Набор. Сок. Польский. 30 гривен. Что еще? Наушники. Я даже проверять не буду. За 9 гривен пускай. Пускай будут. Набор шкрепков. 30. Пакеты для мусора. 25. Статуиточки. Мишки. По 9 гривен. Смотрите. Класс, какая цена. Прикольно. 9 гривен всего лишь. Ну, не обман, не кликбейт. Вот, видите. Статуэтка. Так, еще нужно посчитать, сколько тут Феликса. И за все рассчитаться. Так, пересчитал. 14. 14 Феликсов. Как раз. Ой, нет. 2, 3, 4, 5, 6. Вот, 14 Феликсов. 196. Так, подорунковый набир. Зачем они мне нужны? Что это такое вообще? Набир подорунковый для хлопцев. Не знаю даже, брать не брать. Как вы думаете, взяли бы? Ну, это, наверное, просто детский какой-то набор. Особо спросить не у кого. Никого рядом нет. Ну, ладно. Не буду. В следующий раз оплачиваю. В общем, сейчас буду пить такой интересный сок. Попробовал только что. Очень вкусный. Такое чувствуется, что он настоящий. Не то, что там покупаешь фруктозно какой-то там сироп глюкозный. А это, ну, реально настоящий вкусный сок. И стоимость всего лишь 30 гривен. В общем, все обошлось. В общем, все обошлось. Вы сами видели. 322 гривны. Всем спасибо большое за просмотр, дорогие друзья. Желаю мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч. До новых встреч.